Сейчас депутаты городской думы работают над проектом главного финансового документа на будущий год. Члены фракции КПРФ активно включились в разработку, ведь документ, по их мнению, нуждается в поправках. Например, из 15 муниципальных программ на 2020 год по 14 предусмотрено снижение расходов. Речь даже не только в том, что пока неизвестно в каком объеме и когда поступят субсидии из вышестоящих бюджетов, но и снижаются расходы, заложенные из наших местных городских средств. В частности, на такие статьи, как развитие материально-технической базы образовательных учреждений, учреждений культуры, создание безопасных условий пребывания в них учащихся. Эвелина Волкова добавила, что расходы на данную статью за счет средств городского бюджета в сфере образования сокращены наполовину, а по программе «Культура города Рязани» на 70%. Эвелина Волкова рассказала, что негативные тенденции коснулись и программы обеспечения социальной поддержкой и гарантиями отдельных категорий граждан. На 2020 год запланировано уменьшение расходов на 40% на обеспечение проезда муниципальных пассажиров и льготников. Членов фракции КПРФ такая ситуация не устраивает. Наша фракция дала свои предложения в данный проект бюджета. Среди них как раз это укрепление материально-технической базы данных учреждений, это благоустройство возле целого ряда образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. Конечно, это только часть предложений и часть мнения нашей фракции по данному проекту бюджета. Мы подготовили их также целый блок других. Следующее заседание Рязанской городской думы по рассмотрению городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов состоится 12 декабря.